Доброе утро! На РБК региональные новости мы вещаем из отеля Крамплаза Уфа. С вами Маргарита Гафаров. В Башкортостане введено ограничение на участие зрителей в спортивных мероприятиях, которые проходят в закрытых помещениях из-за коронавирусной инфекции. Решение принято после консультации Минспорта Республики с региональным управлением Роспотребнадзора, сообщается на сайте ведомства. Ограничение будет действовать до 1 ноября. Соответствующие рекомендации уже направлены в подведомственные организации, Федерации по видам спорта, профессиональные спортивные объединения и администрации муниципалитетов. Отдельно будет прорабатываться вопрос посещения зрителями официальных спортивных матчей по футболу, хоккею и волейболу. При этом в Минспорте также отметили, что на стадионах санитарно-эпидемиологические требования будут соблюдаться максимально жестко. 80 миллионов рублей направила мэрия Уфы и ресурсоснабжающая организация на ремонт индивидуальных тепловых пунктов. Об этом телеканал РБК Уфа сообщил первый заместитель главы администрации башкирской столицы Марат Гайфулин. По его словам, восстановительные работы позволят избежать перетопов в многоквартирных домах. Также он отметил, что в ходе инвентаризации оборудования систем отопления выявлена неисправность 354 индивидуальных тепловых пунктов. На сегодняшний день в 141 из них проведены работы по восстановлению на сумму 5,5 миллионов рублей. В ближайшее время планируется ремонт остальных 213 индивидуальных тепловых пунктов. Они полностью прошли регулировку. Пока ремонт закончен не везде. Это связано в первую очередь с тем, что сроки поставки оборудования длительные. Соответственно, оборудование заказано. К концу сентября оно подходит. Ну и, соответственно, мы там завершаем эту работу. Более чем в 3000 домах проведена ревизия элеваторных узлов и дроссельных шайб. По ее результатам, диаметр сужающих устройств СОПЕЛ уменьшили в 448 домах. Это позволит снизить энергопотребление на 10%. В денежном выражении это 45 миллионов рублей. Проведение энергосберегающих мероприятий будет продолжено и в течение всего отопительного периода. Это и закупорка, и утепление разливов верхних, нижних стояков. Выходов на чердачные помещения, подвальные помещения. То есть, эти все мероприятия сводятся к тому, чтобы плата граждан за отопление была минимальной. То есть, за то тепло, которое фактически потребляют их квартиры. Кроме того, жители домов, в которых выявлено несоответствие площадей, в этом отопительном сезоне будут платить меньше на 34,5 миллионов рублей. Расхождение площадей в 886 домах составило более 97 тысяч квадратных метров. Отмечу, что в целом на подготовку жилищного фонда к зиме администрация Уфы выделила порядка 130 миллионов рублей. Один из главных экспонатов музейного комплекса «Шульгантаж» – точная копия панно «Лошади и знаки» зала «Хаоса» готова. Об этом сообщает крупная французская медиакомпания «Францинфо», репортеры которой посетили мастерскую художника Алена Далиса в Монтиньяке. Мастера отметили, что работа над фрагментами стены «Шульгантаж» оказалась непростой. Им впервые приходится воспроизводить имитацию рисунков, затёкших кальцитом. Для этого они придумали оригинальную технологию, которую держат в секрете. Напомню, по заказу историко-культурного музея заповедника пещеры «Шульгантаж» во французском ателье, специализирующемся на изготовлении фоксимиля пещеры и оформлении экспозиций, связанных с наскальным искусством, будет воспроизведено 50 квадратных метров пещеры с наскальной живописью. Кроме лошадей и знаков, также создаётся фоксимиля восточного и западного панно из зала рисунков. На работы французским художникам отведено 6 месяцев. Потом мы привозим эти объекты в местность Бурат-Тугай, пещеры «Шульгантаж», где музейный комплекс, и начинается монтаж. Сами ждём наших коллег из Франции в октябре, потому что они должны приехать, посмотреть саму обстановку музея, потому что им нужно его монтировать в экспозицию нашего музея, посетить пещеру, потому что художники и специалисты должны ещё раз убедиться своим глазом, посмотреть и убедиться, что это соответствует самим основным оригиналам рисунков. Напомню, экспозиция копий наскальных рисунков станет сердцем историко-культурного комплекса «Шульгантаж». Кроме выставочного зала, в нём разместятся два конференц-зала на 150 и 40 человек, кафе, детский научный центр, научные кабинеты, лаборатории, фонды хранилища. Всего на возведение трёхэтажного здания площадью 4 тысячи квадратных метров и оснащение власти республики выделили свыше 350 миллионов рублей, а также было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 170 миллионов. Сейчас строительство комплекса завершается, ведётся монтаж экспозиции, благоустройство прилегающей территории. Свои двери для туристов он распахнёт ближе к Новому году. Ну и напомню, ранее открытие планировалось ко дню республики. Индекс конфликтности бизнеса в Башкортостане вырос на 87% и составил во втором квартале 2021 года 1,46. Об этом говорится в исследовании, проведённом инвестиционной компанией А1 и Московской школой управления Сколково. В рейтинге регионов Башкортостан находится на 45-м месте, то есть в середине списка. В соседний Татарстан попал в зелёную зону. Индекс конфликтности бизнеса в этом регионе составил 0,86. Самыми конфликтными стали предприниматели ТВ-индекс 4,5, Москвы 4,25, Ярославской области 4,02. По словам авторов исследований, индекс конфликтности стабильно растёт уже в течение года. И вот если ранее рост объяснялся выходом экономики из пандемических ограничений, то сейчас налицо новый тренд. Сразу в нескольких секторах рынка происходит передел сфер влияния и смена поколений игроков. По прогнозу экспертов, в следующем квартале волна конфликтов в корпоративной среде пойдёт на спад в связи с подготовкой к Новому году. Индекс конфликтности бизнес-среды рассчитывается по трём показателям. Количество судебных исков, освещение бизнес-конфликтов в средствах массовой информации и рост числа крупных предприятий, где потенциально могут возникнуть корпоративные споры. Уфа вошла в рейтинг городов, куда больше всего подешевели авиабилеты по сравнению с сентябрём прошлого года. Результаты своего исследования опубликовал аналитический центр сервиса поездок и путешествий «Тутуру». Средний чек в Уфу, а также в Архангельск, Анапу, Сочи, Нальчик, Нижний Новгород, Череповец, Надым, Нижний Вартовск снизился на 10-12%. На 15-19% сократились средние чеки за перелёт в Саранск, Белгород, Ульяновск, Новокузнецк, Омск. Больше всего подешевел перелёт в Липецк. Авиабилет в одну сторону в среднем стал доступнее на 41%. Чек сократился с 8800 до 5200 рублей. И вот по словам аналитиков, обычно цены снижаются, когда ёмкости превышают спрос. И вот так же было, к примеру, летом прошлого года, когда авиакомпании пытались заполнить пустые борта и отыграть стремительное падение доходов весной. Однако, нужно сказать, что спрос на перелёты в города, которые вошли в рейтинг наиболее подешевевших направлений по сравнению с прошлым годом, не снизился. Напротив, по данным продаж ТУТРУ, спрос в эти города даже стал выше. Скорее всего, в ряд городов авиакомпании увеличили число рейсов, и это привело к коррекции цены. Напомню, в августе инфляция в сфере услуг в Башкортостане замедлилась из-за избытка чартеров в Турцию. Число путешественников оказалось ниже ожиданий туроператоров, поэтому для заполнения уже выделенных по утвержденным программам самолётов авиабилеты по путёвкам в Турцию предлагались со скидками. Сегодня в Уфе откроется новая, уже вторая общественная приёмная, уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике. Она будет расположена в микрорайоне «Зелёная роща» по улице Бокалинской. Там будут проводиться приёмы, консультации предпринимателей по вопросам ведения бизнеса и нарушения их прав, а также тематические круглые столы. И в завершение информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро дешевеют. Американец потерял 12 копеек. Курс 73 рубля 20 копеек. Евро минусует 2 копейки. Курс 85 рублей 85 копеек. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в Акибанке за 73 рубля 16 копеек. И продажа доллара в банке БКС за 73,49. Наиболее же выгодный курс покупки евро в Солидбанке за 85,83 и продажа евро в Акибанке за 86 рублей 15 копеек.